Перед первым днем рождения малыша родители обязательно услышат совет постричь малыша независимо от пола ребенка. Зачем стричь кроху в год? Это просто традиция или есть какое-то обоснование? Когда лучше всего первый раз стричь ребенка? Главное помнить, что только родители решают, в каком возрасте состоится первая стрижка ребенка. Эта процедура не должна выполняться только потому, что так принято поступать. Каждой мамочке хочется, чтобы ее малыш выглядел аккуратным и ухоженным. То же касается и волос ребенка. Но можно ли стричь новорожденного? Волосам всегда уделяли повышенное внимание. В языческие времена считалось, что через волосы человек получает информацию из космоса, что они важны для энергетического равновесия, связывают людей с предками, защищают от агрессии окружающего мира. Нет единого мнения, почему рекомендуют подстричь малютку именно в год. Рассмотрим наиболее распространенное объяснение. Раньше рождаемость была высокой, но численность населения регулировалась естественным отбором. Далеко не каждый младенец доживал до своего первого дня рождения. Родные всеми силами старались оградить кроху от возможной смерти и болезней, поэтому его стригли примерно до 12 месяцев, пока организм не окрепнет. Считалось, что в волосах заключена жизненная сила и энергия. В год деткам устраивали ритуал посвящения, считалось, что ребенку нравится его семья, и он решил в ней остаться. В честь этого у малыша проходила первая стрижка. В мусульманских семьях, наоборот, полностью сбривали новорожденным волосы уже на седьмой день после рождения. Это считалось символом очищения. Было принято взвешивать остриженные волосики и раздавать столько же по весу денег нуждающимся волосы закапывать в землю. В старину детишек стригли только после года, но в наше время мало кто придерживается давних традиций и обычаев. Сколько народов, столько и традиций. В наше время педиатры настаивают, что остригать новорожденного можно не раньше 40 дня. Нужно дать время крохе окрепнуть и привыкнуть к новой среде обитания. В наш просвещенный век народные приметы и суеверия все же имеют большое влияние на людей. Вот несколько самых распространенных утверждений, связанных с первой стрижкой у ребенка. Часто встречается суеверие, которое гласит, что остригая кроху на лысо, родители укрепляют его волосы и делают их красивыми и здоровыми. Педиатры придерживаются другого мнения. Дело в том, что при стрижке могут повреждаться волосяные луковички, ведь кожа на голове еще очень нежная. В результате состояние волос только ухудшится. Также при стрижке малышам часто бывает страшно, неприятно, а после на коже головы может появиться раздражение. Народные знатоки утверждают, что до года категорически нельзя стригать малыша. Это отрицательно сказывается на развитии разговорной речи. Никаких оснований для подобного мифа нет. Связи между стрижкой и развитием деток не существует. В волосах заключен энергетический запас. Считается, что остригая шевелюру до 12 месяцев, можно лишить малютку сил и здоровья. Этот миф не обоснован. Наоборот, когда ребеночку постоянно попадают волосы в глаза, может ухудшиться состояние глазок, снизится зрение, а длинные волосы, которые спускаются на шею, способствуют появлению потницы. Состояние волос не меняется на протяжении жизни. Иногда генетически предопределено, что волосы у крохи тонкие. Можно постригать их хоть каждый месяц, это никак не отразится на толщине и густоте волос. Головные уборы мешают дыханию волос. Некоторые мамочки стремятся подольше не надевать на детей шапочки, чтобы голова проветривалась. На деле таким образом можно заработать простуду или тепловой удар в зависимости от погодных условий. Научного обоснования мифов о стрижке нет, а значит, если это необходимо, смело берите кроху и подстригайте волосы. Волосы у каждого ребенка растут с разной скоростью, примерно году с головы сходит пушок. После этого ежемесячный прирост составляет около 1 сантиметра. Не обязательно состригать все волосы, достаточно подрезать те волосики, которые мешают. Отлично, когда мама или папа малыша могут подстригать кроху сами, ведь часто ребенок боится стричься, а в домашних условиях будет проще преодолеть неприятные моменты. Если же родители сомневаются в своих силах, стоит отвезти малыша к специалисту. Сейчас есть детские парикмахерские, в которых работники подбирают подход каждому маленькому клиенту. Важно, чтобы во время первой стрижки кроха не испытывал неприятных моментов. Тогда в дальнейшем проблем прической не возникнет. Для новорожденного лучше стрижку отложить на второе полугодие жизни кожа на голове еще очень нежное, да и родничок искажает очертания черепа. Если все же есть необходимость постригать грудного малыша, нельзя использовать машинку, только ножницы. В детской парикмахерской ребенок будет чувствовать себя комфортно, а опытные сотрудники аккуратно приведут голову малыша в порядок. Родители решили постричь кроху у специалиста парикмахера. Тогда нужно подготовить чадо к процедуре. Лучшим решением будет кому-то из родственников взять малыша с собой на стрижку, чтобы ребенок освоился в незнакомой обстановке и посмотрел, как проходит процесс. Для малыша это будет интересный опыт. Многие дети с радостью последуют, к примеру, мамы или папы. Чтобы уменьшить напряжение, стоит захватить из дома любимые игрушки или книжки малыша. Если позволяют финансовые возможности, лучше выбрать специальную детскую парикмахерскую. В таких салонах кресла выполнены в виде машинок, стены украшены сказочными героями, показывают мультфильмы, дают интересные игрушки. Некоторые заведения даже организовывают уголок с живыми обитателями, и первая стрижка вашего ребенка пройдет без слез и неприятных моментов. Кроха с удовольствием пойдет в салон и в следующий раз. Если есть возможность стричь карапуза дома, можно сэкономить время, деньги и нервы. Нужно только заранее подготовиться и верить в свои силы. Страх и нервозность передаются и малышу. Прежде всего следует подготовить инструменты. Расческу с частыми зубчиками, пульверизатор с теплой водой, острые ножницы. Предварительно волосики опрыскивают водой, чтобы смочить. Затем между средним и указательным пальцами зажимается прядь волос и ее конец состригается. Стрижку маленького ребенка необходимо проводить ножницами, чтобы не повредить волосяные луковицы. Несколько правил стрижки. Кроху лучше усадить на коленях знакомого взрослого. Возле детки стоит разместить игрушки, которыми он любит играть, также можно включить любимый мультфильм. Мультяшные герои не отвлекают ли малыша? Стоит попробовать печенье, банан или яблоко. За вкусной едой детки не замечают происходящего. Ножницы должны быть достаточно острыми, но закругленными концами. Важно не поранить малютку. Маленький непоседа может вертеться или отклоняться совершать резкие движения, нужно быть внимательным. Если решили брить при помощи машинки, нужно сначала ознакомить ребенка с работающей машинкой. Желательно на ком-то из взрослых продемонстрировать принцип работы. Важна уверенность в своих силах. Понервничать лучше потом, а в процессе нужно быть внимательным и аккуратным. Не стоит добавлять ребенку еще и свои страхи. Детки быстро устают, поэтому в первую очередь состригают волосики с труднодоступных мест. После стрижки непоседу следует похвалить, желательно вручить небольшой подарок за смелость и терпение. После бритья или стрижки нужно сменить одежду и искупать малыша, чтобы состриженные волосы не беспокоили ребенка. Если чадо все же боится ножниц, нужно увлечь его и стричь тайком. Можно попробовать, когда ребенок купается, смотрит мультфильмы или увлечен спокойной игрой. Нужно убеждать малютку, что в стрижке нет ничего неприятного. Если первый опыт не удался, не стоит мучить себя и малыша, отложите процедуру на некоторое время. По народным приметам считается, что для лучшего роста волос их следует остригать на растущую луну, так что перед первой стрижкой стоит заглянуть в лунный календарь. Не обязательно полностью состригать волосы у девочки, достаточно обрезать их так, чтобы они не мешали глазкам. Педиатры советуют выполнять массаж головы для стимуляции роста волос. Делается он просто ежедневным расчесыванием. Волосики-крохи следует причесывать один-два раза в день по несколько минут. Сначала волосики причесывают вправо, затем влево, проводят щеткой против роста волос и укладывают их по направлению роста. Такая процедура улучшает кровообращение и питание волосяных луковичек. Важно правильно выбрать расческу. Лучше, если она будет из дерева, а зубчики с закругленными оконечностями. Для девочек особенно важно иметь красивые, здоровые волосы. При появлении локонов мамы стараются соорудить из них прическу. Выплетают косички, затягивают хвостики. Оказывается, это очень вредно для волосяных луковичек. Тугое плетение повреждает неокрепшие волосики, могут появляться залысины, иногда в этих местах волосы прекращают расти навсегда. Волосики становятся тусклыми и ломкими. Педиатры и врачи-дерматологи рекомендуют до пяти лет остригать девчушек покороче, а затем уже отращивать длинные косы.